В Минском городском суде 6 сентября политзаключенную правозащитницу Марфу Рабкову приговорили к 15 годам колонии. Она не признала вину ни по одной из 10 статей Уголовного кодекса, по которым ее обвиняли. Сейчас Марфа – политзаключенная, которой назначен самый большой срок по политическому делу среди женщин и правозащитников в Беларуси. 17 сентября будет два года, как 27-летнюю девушку удерживают за решеткой по сфабрикованному уголовному делу. Марфа Рабкова – белорусская правозащитница и координаторка волонтерской службы правозащитного центра «Весна». Волонтерством Марфа занимается уже около пяти лет, а как сотрудница «Весны» с 2019 года. В правозащитном центре ее главной деятельностью было курирование волонтерской службы, кроме того, она активно участвовала в наблюдении за мирными собраниями. После выборов 2020 года Марфа помогала собирать свидетельства пыток и применение насилия в отношении мирных граждан. Коллеги Рабковой по правозащитному центру отзываются о ней очень тепло и говорят о высоком профессионализме. Друзья и соратники Марфы рассказывают о ее доброте, отзывчивости, любви и сочувствии к людям и к животным. И в то же время отвечают внутреннюю силу и принципиальность. Правозащитный центр «Весна» с момента его создания сталкивается с преследованием и вмешательством со стороны властей Беларуси. Давление усилилось после президентских выборов 2020 года. Марфа стала первым представителем «Весны», который был задержан. 17 сентября 2020 года она была произвольно задержана и с тех пор остается за решеткой. В квартире правозащитницы был проведен обыск, изъяты деньги, личные вещи и техника. Ни у кого не вызвало сомнений, что поводом для задержания стала правозащитная и активистская деятельность девушки. Изначально Марфе сообщили, что она задержана в рамках уголовного дела по части 3 статьи 293. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности. Однако позже, в ноябре 2021 года, в письме родным Марфа сообщила, что ее будут судить по 11 статьям Уголовного кодекса, по которым ей грозило до 20 лет лишения свободы. Под арестом правозащитница дважды болела коронавирусной инфекцией. Летом 2021 года дважды перенесла обморок. Как позже выяснилось, в течение нескольких месяцев в организме девушки шли воспалительные процессы. Марфа добивалась проведения УЗИ. Его сделали только в марте 2022 года, вероятно, после сообщений об ухудшившейся здоровье Рабковой. Через месяц после задержания Марфы от коронавируса умерла ее бабушка. Прошлым летом от рака умер ее отец. Проститься с родными Рабкову не отпустили. Коллеги из весны рассказывали, что Марфа много раз просила перевести ее под домашний арест для того, чтобы ухаживать за больным отцом. Но ей в этом было отказано. Кроме Марфы Рабковой по делу проходило еще 9 человек. Волонтер весны Андрей Чепюк, а также политзаключенные-активисты анархистского движения. Акихи Рогаевский-Ханада, Александр Францкевич, Алексей Головко, Александр Козлянко, Павел Шпетный, Никита Дранец, Андрей Марыч и Данил Чуль. Всех их обвинили в организации, руководстве или участии в анархистских группах, таких как «Революционное действие», «Народная самооборона», «Революционная Дия» и осудили за события периода 2016-2020 годов. Весна обращает внимание на то, что интернет-ресурсы этих групп были признаны экстремистскими в Беларуси гораздо позже задержания всех обвиняемых, спустя 8-15 месяцев. Однако некоторым из арестованных меняли создание и участие в экстремистском формировании. 11 января 2022 года дело, материалы которого составляют 160 томов, было передано в прокуратуру. В поддержку Марфы Робковой и с требованиями ее немедленного освобождения высказались Международные правозащитные организации Amnesty International, Frontline Defenders, Обсерватория по защите правозащитников. 25 апреля 2022 года в Минском городском суде началось закрытое рассмотрение этого дела. 4,5 месяца спустя, 6 сентября, был вынесен приговор Марфе, 15 лет колонии в условиях общего режима и штраф в размере 700 базовых величин. В последнем слове Марфа сказала, «Я не признаю вину ни по одному предъявленному обвинению, считаю их полностью сфабрикованными, абсурдными, выдуманными сотрудниками ГУБОПИК. Когда в стране нет организованной преступности, видимо, ее нужно создать. Для того, чтобы оправдать существование целого управления, которое в последние десятилетия масштабно расширилось и позволяет себе такие методы работы, которые скорее напоминают действия гестапо, а не сотрудников, призванных защищать людей. Я видела столько добрых и светлых лиц, я видела столько настоящих людей, что уверена, мы обязательно со всем справимся, по-другому просто быть не может. Каждый раз, когда мы помогаем друг другу, заботимся, протягиваем руку взаимопомощи, проявляем солидарность, когда наше сердце не глухо к чужой боли, мы приближаем наступление нашего будущего, нашей Беларуси. Не отчаивайтесь и верьте в себя, в свои силы. Правда на нашей стороне. Живе Беларусь и слава Украине!